День воскресный, день чудесный, а прямо сейчас я спешу к вам с новым жизненным выпуском. Чай, Иван, чай. Смею предположить, что данный выпуск вы смотрите за завтраком, обедом или ужином. Возможно, чистите яичко или рыбку, напишите в комментариях. Мы с вами отправляемся к ребятам в гости. Вот пока мы едем, я вас хочу ввести в курс дела, в чем уникальность этого ролика и что вас сегодня ждет. Вот смотрите, моя почта сейчас завалена письмами, где люди пишут, что нас кинули, нам не вручают ключи, нас обманули, нам обещали построить детский сад, вместо него вырос еще один дом и все, что с этим связано. И в целом, когда мы ездим по различным жилым комплексам, я вам все эти проблемы показываю. Плюсы, минусы. В одном из выпусков я задался вопросом, а есть ли вообще жилой комплекс, где люди всем довольны? Где застройщик полностью выполнил все свои обязательства, которые он людям обещал. И что вы думаете? Мне откликнулся буквально один человек и сказал, приезжай, нам есть что тебе показать. Более того, в этом жилом комплексе я впервые увидел инструкцию по эксплуатации квартиры, как правильно пользоваться жильем. Все вам сегодня покажем. Так еще в этом сюжете сделаю акцент и покажу вам просто небольшие детали, как люди уже в новом жилье начинают засирать все, что вокруг них. Но потом наверняка скажут, а это не мы виноваты, это застройщик, управляющая компания, уборщики. Все сегодня будет по существу, так сказать, с пруфами и реальными доказательствами. Приятного просмотра. Мы начинаем прямо сейчас. Всем привет. Меня зовут Аня и я героиня сегодняшнего выпуска. Да, друзья, я допустил в первые 10 минут ошибку, не включил Ане микрофон, дальше со звуком все будет хорошо, но весь разговор, самые ключевые детали я зафиксировал, сейчас я вам расскажу. Значит, смотрите, фиксируем для понимания всей картины. Ане сегодня 26 лет, мужу 29 лет. Выросли они в семье москвичей. У Ани родители москвичи и у мужа тоже. Значит, до того, как начать взрослую жизнь, проживали в квартире у родителей, вместе с ними, потом женятся и, естественно, приходит понимание, что нужно свое. Проживали они в Митино, класс падает на ЖК от Рада 1, рядом с ними находятся. Это типичные человейники, то есть высотные дома на первых этажах, коммерция, в целом ничего интересного. Но они покупают там трехкомнатную квартиру в ипотеку на 20 лет, цена квартиры была 7 миллионов рублей, первоначальный взнос 3,5 миллиона рублей. Вопрос, откуда у молодых деньги? Ответ честный, помогли родители с первым взносом, а платили они уже самостоятельно. Покупают, сдается дом, заезжают, сделали ремонт, заезжают и тут начинается интересное. Ребятам не понравилось платить ипотеку, почувствовали финансовую нагрузку, и тут они делают такой ход конем. Они возвращаются обратно к родителям, начинают жить с родителями, при этом ценник на квартиры уже взлетел, и они продают свою квартиру за 10,5 миллионов рублей. Далее, закрывают текущую ипотеку, и у них на руках остается примерно 7,5 миллионов рублей чистыми. Значит, в цифрах я могу где-то чуть ошибиться, это не столь важно, важно понимание последовательности всего происходящего. Значит, для чего они это сделали? Строился ЖК Отрада-2, это куда мы сегодня приехали, и там они покупают еще раз себе такую же трехкомнатную квартиру площадью 54 квадратных метра по цене 5 миллионов 900 тысяч рублей на этапе котлована в 2020 году. И, собственно, ждут спокойно, когда квартира будет их сдана, у них остается примерно 1,5 миллиона рублей на ремонт. И вот, что было дальше, рассказывает Анна. Вот обратите внимание на детали. Обычно в жилых комплексах на первых этажах делают коммерческую недвижимость, но не в этот раз. Здесь на этом застройщик сделал акцент, что здесь коммерции на первом этаже не будет. И вы как раз та самая семья, которая говорит, класс, мы этого хотим. Объясни почему, чтобы было понятно. Нам здесь понравилось тем, что нет коммерции, поскольку, живя в прошлой Отраде, у нас на первых этажах были магазины, кафе, пункты, выдачи и так далее. С одной стороны, это удобно в плане инфраструктуры, что ко всему можно спуститься вниз и зайти в магазин. Но в нашем случае нам проще выйти за территорию и купить там это, или заказать, или съездить в гипермаркет на машине. Но зато у нас в ЖК тихо, спокойно, нет грязи, потому что там у нас постоянно возле подъезда кто-то пил пиво, кто-то ел шаурму. Грязь, шум, какие-то тусовки. И вот нам это было некомфортно. Нам больше нравится такой формат загородной жизни. Мы чувствуем себя как на даче, уединенно. Вы меня, конечно, извините, но я просто не могу удержаться от комментариев. Я всегда записываю все по-живому. Когда мне Аня изначально говорит, что на территории жилого комплекса закрытого нет никакой коммерции, я думаю, да хрень полная, зачем это нужно постоянно куда-то в магазин идти. Но когда я услышал ее ответ, я так начал немножко анализировать, тем более на монтаже, и вспоминая вот следующую историю. Буквально в одном из предыдущих жилых комплексов мы показывали картину. У них на территории есть все. Кафе, бары, рестораны, парикмахерские, в общем, все есть. Но за счет этого постоянный дополнительный трафик. Приезжает машина в магазин на разгрузку, пандус там чего-то не соответствует, соответственно, машина полдороги перекрывает и начинается. Заторы, нервяк бесконечно. Там по территории ЖК передвигаться это просто жесть. Люди на это очень сильно жалуются. И так целый день кто-то приехал в пункт выдачи. То есть, понимаете, постоянно машины, машины, машины. Плюс ко всему расположение на первых этажах магазинов продуктовых, ну, это потенциально. Тараканы сразу. Мыши, крысы тоже такое может быть. А здесь у них другая концепция. Ты приехал домой, а все остальное за территорией. При этом, подчеркну, 12 комрат МКАДа, все виды доставок у них работают. То есть, заказать хлебушек тебе принесут его прямо домой. Всем жильцам потенциально это все устраивает. Вы так не общались на этот предмет? Нет у вас в чате, что на первом этаже было бы неплохо иметь кофейню, выйти кофейку попить, когда гуляешь с коляской и еще что-то? У нас были люди, которые, когда я спрашивала про минусы, плюсы ЖК, кто что скажет, писал кто-то про инфраструктуру, что вот нет этого, того, что в пешем доступе. Но у меня один вопрос, люди же знали, что покупают, где. То есть, нас никто не обманывал нам. Не говорили, что у вас тут будет куча магазинов, аптек и всего остального. Нам сразу сказали, где это будет, как будет. Сказали, что будет мини-торговый центр на первом этаже парковки. Все, больше нам ничего не обещали. То есть, мы знали просто, куда едем, где покупаем квартиру. А вот расскажи, что вам обещали? Когда мы покупали квартиру, нам обещали в плане социальной инфраструктуры детский сад на территории. Но нам сказали, что он будет только в конце строительства всех очередей. И сказали, что неизвестно, будет он частный или государственный. То есть, его пока нету. Но на проекте он есть. Потом нам обещали, что будет многоуровневый паркинг с торговым центром. Но небольшим, а так вот один этаж торгового центра, какие-то магазинчики, что-то будет. И правильно я понимаю, что за твоей спиной как раз тот самый паркинг? Да, это многоуровневая парковка с кладовками и на первом этаже с коммерческими помещениями под магазинами и что-то такое. Таким образом, получается, ты выходишь из дома. Как бы ты вышел за территорию ЖК, там коммерция. При этом я так называю, что входы будут еще и отсюда, наверное. Парковки почем? Парковки начинались продажи от 600 где-то тысяч. Чего так. Сейчас вот недавно выставили уже за 800. А кладовки? Кладовки начинались, по-моему, от 250. Сейчас, честно, не знаю. То есть, где-то там 250-300. Сейчас, может, там чуть больше, потому что он уже достроен. Обещали, что ЖК будет такого клубного формата, что не будет коммерции. Коммерции нет. Открыли только там во второй очереди какой-то один строительный магазинчик. Мы не знаем, как бы это от застройщика, он не от застройщика. Но они его открывают во всех домах всегда, когда новые у них появляются. И потом закрывают. То есть, так в целом ничего больше не планируется. Обещали, что будут вот такие немногоэтажные дома по шесть этажей с террасами на первых этажах. Что оставят нам деревьев сколько возможно. Аварийные деревья в любом случае там срубают. Приходится, которые могут упасть, еще что-то. Так нам по максимуму оставляют деревья, площадки делают. Слушай, ну давай еще один козырь достанем в пользу застройщика. С точки зрения того, что когда вы пришли, это 2020 год, что вам обещали по срокам? Вот это вот интересный момент. Да, мы покупали квартиру, получается, в декабре 2020 года. Срок сдачи у нас по договору стоял где-то, ну, август 2022 года, получается. И ключи мы получили в итоге 4 января 2022 года. То есть на полгода аж практически. Вдумайтесь, ребята, особенно все те, кому обещают срок сдачи завтра, завтра, завтра. А это завтра все никак не наступит. Год, два, три, пять, по 10 лет люди ждут сдачу. А тут застройщик сделал их хитрее. Перестраховался, написал сроки с запасом на полгода, но сдает раньше. Все. И все дома, которые вы здесь видите, они были сданы, то есть, получается, раньше срока. Как вам такое? Ну, мы это знали заранее, поскольку еще жили в той отраде и уже от многих слышали, что они вот все свои дома, они пишут в договоре один срок, сдают там, типа, плюс-минус на полгода раньше. Иногда даже больше. Мы тем временем приближаемся к вашему дому. Вот у вас есть панорамное стекление и, в принципе, люди пытаются использовать его по назначению. Если кому-нибудь заглянуть в окошки, смотришь, там столик стоит, так уютненько делают. Но в целом, допустим, ваш дом, сколько людей? Много уже заехало или пока? Да, я думаю, даже больше половины. А ремонты без конца идут? Нет, уже вообще нет. В начале, конечно, мы жили в одной сверлежке, естественно. Потому что мы одни из самых первых заехали. А сейчас, ну, там, может, единичные где-то случаи делают еще. Ну вот, зацените. Для кого-то это прям действительно кайф. Например, ты выходишь, и у тебя возле дома огромная-огромная ель. А еще она может быть напротив твоего балкона. И зимой, когда пошел снег, ты кайфуешь, как в сказке живешь. Мы сейчас заходим за дом. Это здесь также есть один из входов в подъезд. Вот идут террасы, и одну из них мы вам сейчас покажем с точки зрения того, как люди ее обустраивают. То есть здесь уже люди сами себе сделали навес, потому что так-то покомфортней. Ты выходишь, и у тебя получается вот такая беседка, друзья. Друзья, зацените. Сейчас мы вам и прокомментируем. То есть, в принципе-то площадь, посмотрите, большая. Понятное дело, что здесь хотелось бы иметь что? Ну, друзья, конечно же, конечно же мангальчик. А как и без него иначе, блин. Но по-хорошему здесь должен быть гриль. Вон, для него даже, видимо, вывели специально несколько розеток. Потому что уверен, что на картинках, на рендерах что-то подобное здесь рисовалось. Но так, летом, в хорошую погоду, почему нет, присесть, когда у тебя есть такая возможность отдохнуть. Конечно же, круто. То есть, получается такой балкон, но здоровый. А вот здесь мы обращаемся к той самой инструкции по эксплуатации. Я ее прочитал всю. Значит, в описании будет ссылочка на телеграм-канал. Все 18 страниц я туда выложу. Кому интересно, можете почитать. Ну, действительно, полезная вещь. Первое. Вот с этой террасой. Ну, само собой, наличие мангала, это сразу по шее. Нельзя иметь там мангал. И сюда же деталь. Как вам такое, да? Ты себе купил квартиру на втором, третьем, четвертом этаже. А у тебя на первом этаже шашлычник живет. Человека, я понимаю, на все 100% это кайф. В такую погоду выйти на терраски, пожарить шашлычки. Но нельзя. При этом разрешают ставить электронные грили. Запахи точно так же будут идти вверх. Вот эти навесы делать, согласно инструкции, можно. Но только с согласованием с управляющей компанией. При этом запрещается стеклить эту террасу. Я подумал, о, а было бы неплохо, да? Застеклить полностью. У тебя такая большая площадь получается. Вход дополнительный. Нельзя. Вот если это все почитать, очень много деталей там действительно есть полезных. Так, ну что, мы с тобой залетаем в подъезд. Все по-современному. Дымофон, камера, все как положено. На первом этаже нас в первую очередь встречает вот такая зона колясочная, велосипеды. По-хорошему, мне кажется, когда будет стопроцентное заселение, все это нужно умножить просто на два. И сразу понять, хватает ли на всех или нет. Когда зима, есть ли такое, что, например, открываешь эту дверь, и вторую, тут свист стоит, еще что-то, сквозит. Нет такого? Нет. Обратите внимание, все окна целые, стекла, точнее, все целые. Вот смотрим в первую очередь на различного рода детали. Батарея не помята. Из минусов хотела, кстати, по подъезду сказать. Для нас, особенно посмотрев твои выпуски по другим ЖК, где тоже был комфорт-класс, потому что это комфорт-класс. Я ждала немного другие подъезды, особенно сравнивая. Они такие, мне кажется, простенькими чуть-чуть. Ну, и не ужасные, то есть они прям как общежитие, но и ничего-то вау, типа, на комфорт-класс, мне кажется, не тянет. Еще плюс за счет этих ремонтов много что пошарпанное, там стены ободранные. Не знаю, кто это будет исправлять, люди или управляющая компания, пока неизвестно. Ну, тут, как договориться, по-хорошему, управляющая компания бывает подкрашивает после ремонтов все вот эти вот косяки. Слушай, расскажи, что вообще здесь в целом есть? Получается, твоя спиной дверь, это что, квартира уже? Нет, это хозяйственная комната. Мы все еще когда заехали, думали, обрадовались, что будет типа ванна для лап, там собачку мыть. Там стоит такой поддон, но потом оказалось, что это для уборщицы, только нам туда доступ не дали. Так, есть, дальше. Вот, есть, ну, колясочная. У нас этаж разделен, все этажи на два крыла. Я изначально, вот, я ожидала худшего. Я думала, что это будет ужасно, когда увидела проект, что один подъезд в доме и по 15, что ли, квартир на этаже. Я думала, что это будет так, а, и один лифт еще к тому же. Вот, но как бы пожив уже, особо как бы это не мешает. У нас разделено на два крыла. То есть как-то такого, что у тебя толпа народу, такого нет. Можно вообще никого не встретить. Вот, поэтому нормально. Короче, 82 квартиры на 6 этажей. Ну что, поехали к вам. Получается один лифт. Ну, в силу того, что, друзья, 6-этажный дом, понятное дело, каких-то очередей на лифт нет. Да, если даже и будет, там, со 2-го, 3-го, 4-го этажа можно быстрее пешочком спуститься, да и полезней будет. Вот, вот это мне больше всего нравится. Все так, а приходишь, и вот они пошли. Объявление. Вот, читаем. Гурусчик. Гурусчик. Ну, прикольно пишет, как бы так. Можно посмеяться. Аренда, плитка, ремонт. Сделаем все за вас. Натяжные потолки. И пошло-поехало. Уборка квартир в сердечке. Запомни номер. Мы залетаем к ребятам в гости. Зацените планировочку, зацените виды из окна и общую атмосферу. Напомню, 53 квадратных метра, из которых 5 метров занимает балкон. Это евро-трешка. Смотрим. Вы заходите сюда, здесь нет ничего, и вы начинаете поднимать все стены. Давай покажем кратенько, что получается. Вот здесь у нас с тобой встречает прихожая большая. Потолки у нас, в принципе-то, высокие. Где-то 3,10, да, ты говоришь? Да, 3,10 они были в черновом варианте. Сейчас 3 метра мы вышли. Шкаф вы не доделали в силу того, что бюджет, как говорится, не резиновый, верно? Да, это было несрочно. Мы возводили вот эту вот стену сами. Специальную нишу сделали, чтобы потом сделать встроенный шкаф. Муж у меня сам сделал вот это наполнение. Дверь мы решили нам несрочно. Просто потом докупим. Далее, обратите внимание. Ваня, в принципе, большой такой совмещенный санузел. Вот что ты по этому поводу скажешь? Многие говорят, зачем совмещать санузел? Надо делать раздельно, чтобы туалет был в другом месте. Вам как? Нам комфортно. Мы так привыкли, не знаю. Нам не доставляет это дискомфорта, так сказать. Идем дальше. Ваня, обращаю внимание, что пол, естественно, с подогревом. То есть, зимой, летом находиться там комфортно. Демонстрируем. Это наша спальня. Они, в принципе, смотри, комнаты здесь небольшие. Да. То есть, вот так вот как бы и серия, что пришел и лег спать. То есть, ты, получается, спишь здесь с ребенком. Да. Муж точно так же может прилечь и у вас. Здесь также сделан встроенный шкаф. Да. Пока тоже без дверей. Да, тоже. Мы сделали вот эту вот стенку, чтобы сделать встроенный шкаф. Оставили закладные в потолке под будущие двери купе. Ну, тут в плинтусе оставили пробелы специально. Ребята, зацените вот такую картину. Ты зашел, открываешь окошко. Вот у кого-то под домом кат, у кого-то под домом дорога. А здесь у тебя детская площадка, лес, частные дома. До них мы еще дойдем. Вторая комната у нас это детская, которая временно игровая, так как дочку будут отселять когда к осени, думают. Да, да, к осени хотим. Ну, смотри, большие окна, да. То есть, в принципе, света здесь прямо достаточно. То есть, такая, ну, не темная квартира. В этом плане, конечно, большой плюс. Ну, и дальше мы проходим. У тебя, получается, кухня-гостиная. Вот это вот, конечно, мне нравится больше всего, потому что мне кажется, что вот в этом месте как раз больше всего время и проводится. Обратите внимание, что кухня тоже пока временно не до конца доделана. Ну, короче, в силу того, что потолки высокие, пространство здесь, мягко говоря, до хрена. Вот мне понравилась ту фишку, которую твой муж сделал. Покажи, как телевизор работает. Да, телевизор у нас можно посмотреть с кухни, можно вот так повернуть. Опа, а там шпилечка такая у нас. И, ну, это мы закроем, чтобы это было красиво там черной какой-нибудь пластиковой накладкой. А так, то есть, можно смотреть как с дивана, так и отсюда, наклонить его вот так вот там в любых положениях. Кто-то на диване, кто-то за столом, а ты, как говорится, на командирском месте. Правильно? Да. Друзья, ну и дальше начинается фишка, мне кажется, этих квартир. Смотрите, какое панорамное стекление. То есть, вот это все дело идет от застройщика. Чтобы вы понимали, вот эти стекления, это все, на самом деле, денег стоит солидных, потому что люди здесь сами уже интересовались этим вопросом, поднимали его, так как балкон, он по факту летний. И зимой здесь будет мега холодно, ну, считай, как на улице. А чтобы его утеплить и оставить всю эту красоту, здесь нужно все полностью менять, стекления ставить больше. Но, обращаю внимание, что площадь балкона правильная, то есть, она как бы прямоугольная, никакая там ни трапециевидная, ни круглая, ни закругленная. То есть, ты можешь здесь полноценно ей руководствоваться. Вот смотрите, есть вещи, которые стоят, но ими уже не пользуются. А зачем занимать ценные метры на балконе, когда есть шикарный сервис похоронения вещей «Амбар»? Ну, посмотрите сами, потрясающий живой пример. На балконе хранятся вещи, которые использовались при ремонте, а сейчас просто так лежат, место занимает. А ведь можно было бы это все вывести и использовать квадратный метр для того, чтобы сделать там зону для отдыха. Весна на дворе, а впереди так и вовсе лето. Вот в таких новостройках зачастую предлагают кладовки. Но в данном случае в доме кладовки нет. На вторичке, как у меня, кладовки вообще не предусмотрены конструкции. Соответственно, у них кладовка будет, но в соседнем здании. Где-то кладовки стоят по 600-700 тысяч рублей. Где-то местами дешевле. А зачастую хочется вывести небольшой объем вещей и не переплачивать за воздух. Именно поэтому, ребята, я вам говорю, обратите внимание на сервис «Амбар-склад». Все элементарно. По ссылочке в описании заходите, создаете свой личный кабинет, к которому вы привязываете лишь свой номер телефона. Далее определяете, что вы хотите вывести. Заказываете грузчиков. Они приезжают, все аккуратно запаковывают, фотографируют, вывозят на склад. Точно так же фотографируют. У вас уже все отображается в вашем личном кабинете. Таким образом, определенный объем вещей лежит в хорошем месте. Амбар-склад охраняется 24 на 7. Все предусмотрено с точки зрения пожаробезопасности. Уборка общая раз в день. Как вам такое? Так при этом, если вдруг какие-то вещи вам понадобились, по щелчку пальца вам их доставят. Если они вам нужны здесь и сейчас, никто не мешает вам самостоятельно сесть, доехать, забрать ваши вещи. Таким образом, вы не будете переплачивать за пустое пространство. А денежки, которые вы могли бы потратить на кладовку, и она вам окупится лет так через 10, а то и 20, все зависит от цены этой кладовки, вы можете пустить в какое-то более правильное русло. По ссылочке в описании переходите. Там есть примерный калькулятор. Можете посчитать, оставить заявку, получить развернутую консультацию и воспользоваться услугами по хранению вещей в амбар-склад. А ваши ценные квадратные метры использовать для жизни, а не для хранения вещей, которые когда-то вам пригодятся. Вопрос когда? Ну а мы продолжаем. У вас не было в планах вообще мысленно объединить комнату с балконом, чтобы площади было больше? Нет, не было, потому что я очень люблю балконы. Мне без балкона как-то квартира кажется недоделанной, незавершенной, что ли, как будто чего-то не хватает. Кому-то он не нужен, мы без него вообще не можем. А как вот, смотри, допустим, по-живому. Мы выходим с тобой сейчас на балкон, у вас здесь ни стульев, ничего нет, на чем сидите? Мы приносим, то есть вот даже элементарно к нам приезжают друзья, у них тоже ребенок. Мы уложили детей в квартире спать и идем сюда тусоваться. Ставим сюда стулья, столик журнальный, все, сидим и как бы общаемся, детям не мешаем. Ну, конечно, только летом, весной, то есть осенью. Ну, зимой, конечно, будет холодно. Вот, ребята, какой минус и не для жильцов этого жилого комплекса, а для тех, кто когда-то здесь жил и наслаждался жизнью. Вот ты выходишь в такой раз, смотришь, что там у нас сегодня сосед, шашлыки жарит или нет, пожалуйста. То же самое здесь, под окнами, вон, живут собаки. Я уже спросил, собаки по ночам не лают, в принципе, тишина, никто не жалуется. Но жирный плюс, с которым просто-напросто не поспоришь, это наличие зелени. Вот елочки, сосна, я представляю, какая здесь красотища по кислороду, когда проходит дождь. Особенно сейчас со дня на день передают затяжные дожди, как бы воздухом ты тут хоть подышишь. Еще одна интересная деталь. Обычно жильцы частного сектора против, когда начинаются стройки многоэтажек возле их домов. Но в этот раз все построилось, против никаких бунтов там не было, но теперь идет от обратного. А теперь жильцы квартир против того, что под окнами у них частный сектор. Анна рассказывает, мол, там где-то есть частный сервис на территории дома, который горел, автосервис. И вот жильцы сейчас недовольны, мол, не очень хорошо, что у нас под окнами частный сектор. Было бы лучше, а что было бы лучше, тут уже додумывайте сами. Порядка часа дня, может быть, два часа дня. Битком, что скажешь? Я скажу ничего хорошего. Нет, на самом деле мусор вывозят, но я просто не знаю, с какой периодичности. У нас сейчас все борются, кто-то уже этого добился, чтобы мусорные баки убирали от домов. Потому что вот тут вот стоит под окнами, у нас там такая конструкция, типа красивая такая, но суть в том, что летом люди жаловались, что мухи летят в окна от помойки. И вот какие-то дома кто-то добился, в них убрали. Я вот сегодня даже заметила, вот тут вот дом, возле него всегда стояла мусорка. Сегодня ее почему-то нет, то есть ее, значит, видимо, тоже убрали. Вот это, это строительный контейнер, скорее всего. Потому что такие, они вот огорожены у нас. Да, вот отсюда-то я и хочу спросить вопрос, что сейчас происходит. Смотри, здесь получается вроде как у вас современно, но тем не менее. В контейнер, который предназначен вот как раз для унитазов и прочей истории, он наполнил пищевыми отходами. Эти пищевые отходы становятся рассадниками антисанитарии. Это к тому самому разговору о том, что жильцы заехали в новый жилой комплекс и вот начинают сами себе срать под окна. Буду говорить прямым текстом. Вот смотрите, выходишь из подъезда, 30 секунд ты идешь, и у тебя специальная помойка для того, чтобы туда выкидывать пищевые отходы. Накрытое, все как положено, все сделано. Нет, контейнер с мусором, ну мусор и мусор, набрасывает. Значит, кто не понимает, объясняю. Сначала прилетают вороны, различные грачины, начинают трепать эти отходы. Появляется этот мусор по территории жилого комплекса. Потом появляются крысы, кто-то что-то выбросил, там тараканы. Эти тараканы бегут к вам домой и таким образом, ой, а что это произошло? Почему? Я считаю, что управляющая компания, лично мое мнение, никого ни к чему не обязываю, штрафовать по пять тысяч, бросил мусор туда, куда не надо, все, пять тысяч. Сразу на территории этого жилого комплекса это все разлетится, все сразу поймут, что контейнер вот этот для строительного мусора, а для пищевых отходов совсем другое место. И жить станет еще лучше. Вот ты говоришь, что площадки у вас в каждом дворе, но при этом есть минусочек. Какой? Да, минус в том, что нет вот этой концепции, которая сейчас во многих ЖК, что двор без машин. То есть у нас все, практически все площадки, они находятся вот возле дороги, где ездят машины по ЖК. И то есть ребенок спокойно может выбежать. Мне кажется, стоило поставить хотя бы вот на таких открытых площадках, вот которые более-менее большие, поставить какое-то ограждение, потому что лично у меня ребенку почти 3 года, и у него сейчас как раз самый такой возраст непослушания, убегания от меня на дорогу, уезжания на самокате через весь ЖК. И то есть мне было бы спокойнее, если бы я могла вот на закрытой площадке сидеть, никто от меня не убежит, все. А я ношусь как бы по всему ЖК за ребенком, вот. Вот смотрите, контент у нас становится все взрослее и взрослее. У меня тоже есть дочь. Вот горка, зацените. Малышковая по факту. Ну, 13-летний человек, на ней кататься не будет, уже взрослый. Покажи, что происходит. То есть получается вот проблема основная. Да, то есть нету лестницы нормальной, чтобы там ребенок 3 лет мог залезть. То есть она просто вот прямая лестница из бревен, ребенок маленький начинает лезть и просто ну либо падает, либо сам понимает, что не залезет, говорит, мам, поднимай. То есть сам залезть и скатиться ребенок не сможет. Ну лет, наверное, только с 5-6, не раньше. Как хорошо, что ты пришла. Потому что когда хвалят, во всем везде одни плюсы, ну сразу все заплатили, ролик рекламный нахваливают. Вот у тебя другая точка зрения, потому что ты своим ходом ездишь по утрам в Москву. Ну расскажи, как она на самом деле. Я езжу на машине, а я иногда своим ходом езжу именно в час пик. То есть один раз встала я в 8 утра, в 8 утра уже на остановке была уже толпа народу. Все маршрутки, которые приезжали, все были переполнены. То есть я понимаю, что я сяду ни первый, ни второй, ни третий автобус, потому что они все переполнены, едут мимо. Пыталась вызвать такси. Такси стоило, чтобы доехать до метро Пятницкой шоссе, когда ехать примерно 15 минут, было тысячу с лишним рублей. Ну то есть как бы неразумная цена. В итоге пришлось ехать на такси, потому что тут никак было не выехать. Но тогда еще была зима, и естественно на дороге тяжело было ехать. И пешком не дойти. И получается мы загруппировались с людьми и поехали все-таки на такси. А ты говоришь один раз, это единственный случай или такое регулярно было? Ну я вот тоже сейчас хожу на работу, нашла, пришлось другую работу найти. Смотрю, тоже бывает, периодически переполнены автобусы. Мы сейчас, конечно, боремся, чтобы останавливаться другой большой автобус, который за награды едет 400, чтобы хотя можно было с колясками, детьми, проехать. Потому что так туда не зайдешь даже с коляской. Вот. А вот еще важный момент. Выйти из дома с коляской до этой остановки автобусной легко можно пройти? То есть не бывает такого зимой, что на пути следования? С этим да. Тоже мы сейчас собираемся по поводу, чтобы сделали нормальную дорогу, хотя бы светофор, потому что когда там есть заторы, некоторые машины даже не останавливаются. Опасно, потому что много кто ходит, дети, переходят дорогу. С этим да. Тоже есть. Есть такой небольшой нюанс. Но идти до остановки, в принципе, 5 минут. Ну вот это уже классика. Вот просто пометка трафик, это классика. Понятное дело, что 12 км от МКАД, 10-15 минут, и вы пересекаете МКАД, заезжаете в Москву. Все так ночью, в 2 часа ночи. Утром, когда все едут на работу до ближайшей станции метро по их направлению, это вместе на пятничное шоссе, говорят ехать 30-40 минут. Может быть час. Все зависит от трафика. Днем, ну 20-25-30 минут. Это, кстати, тоже отмечают, как один из минусов. Ведь все хотят побыстрее, побыстрее, побыстрее. Но сам факт в том, что многие отправляются, доезжают там сайт автомобиля, и дальше уже в город своим ходом на метро. Что меня всегда смущает в подобных жилых комплексах? На территории, зачастую бывает, в принципе, это неплохо, согласитесь, уверен. Многим из вас это понравится. Ну вот мы выезжаем из жилого комплекса, и мы такое ощущение, как будто едем с вами путешествовать на юг, потому что слева-справа от нас вот такая картина. Дорога и придорожная жизнь. Кафешки, ресторанчики и прочее. Все это расположено возле дороги. То есть, понимаете, на территории жилого комплекса, например, нету салона красоты, но он есть через дорогу. То есть ты вышел, забежал, на тебе магазинчик, цветы купить. Вся эта инфраструктура, она есть возле дома, и жильцы, ну в частности Анна, именно на это делает акцент. Ну смотри, если бы это было бы у нас на территории, то к нам были бы приходы от посторонних людей. А так у нас закрытая территория, на территории живут только лишь все наши жильцы. Надо тебе в магазин, ну пожалуйста, 5 минут, ты сходил. С одной стороны, ее можно понять, и в этом есть какой-то свой логический смысл. Как говорится, тяп-ляпы готовы, сдать раньше срока всегда можно. Но здесь хитрый вопрос. Что по качеству? Вот ты читаешь чаты, вы получаете квартиру, вы приходите, начинаете делать ремонт. Зачастую в жилых комплексах люди рассказывают, получили ключи, на второй день рвет трубы, сделали ремонт, всех затопило. Проблемы с вентиляцией, проблемы с окнами некачественные, окна дешевые, ну и так далее. Есть вот эти проблемы. Как было у вас? У нас, лично за нашу семью могу сказать, у нас вообще никаких проблем не было, ну вот от слова совсем. То есть у нас ничего не текло, окна у нас стоят здесь, рехал от застройщика хорошие. То есть там, ну мы, естественно, все проверили при приемке. Ну, нигде никаких там щелей не было, ничего не поддувало. То есть нормально все. Сделали ремонт, вот год живем, ни с какими проблемами не сталкивались. Но знаю, что вот в чате ЖК писали, у кого-то были претензии по поводу вентиляции. То есть что писали, что у нас неправильно сделана вентиляция, спроектирована. Что якобы если закрыть окна в квартире, допустим, предварительно там помывшись, да, что будет какая-то влага, что в квартире образуется плесень. И вроде как у кого-то здесь образовывалась плесень. Ну вот это куда один, я не знаю сколько человек, честно, вот был просто там один человек про это написал. Вот, вот, вот здесь начинается интересное. Все те, кто досмотрел до этого момента, приготовьтесь. Значит, застройщик, я тебя прошу, ты передай, пожалуйста, другим застройщикам, что Машков всегда все четко делает. Смотрите, страшные вещи, плесень. Мы открываем вновь ту же самую инструкцию по эксплуатации квартиры. И там черным по белому все прописано, что в первые три года новострой в целом может давать плесень. И как ее избежать, точно так же пошагово все прописано, что нужно постоянно квартиру проветривать. Как это делать, в какое время, то есть реально все расписано. Даже говорят, что при поклейке обоев или покраске стен определенной краской в первые три года, это тоже может привести к подобным проблемам. Как вам? Расписали специально, как пользоваться окнами, как их нужно обслуживать, как вешать шторы, чтобы не появлялся вот этот конденсат, обледенение, что такое щель специальная для проветривания, такие тоже будут делать, как затянуть окна. Короче, вот все эти банальные вещи, стандартные, которые, казалось бы, ну что здесь такого? Все расписано, а люди не читают. Это же очень важно, а ведь от незнания можно навредить самому себе в первую очередь. У себя дома сделать неправильно, не соблюдать простейшие меры, и потом жаловаться, что у тебя что-то не так. Все, то есть я не могу за это отвечать, правда это неправда не знаю, то есть из-за чего опять же было, по каким причинам, неправильная ли вентиляция, или же люди в процессе ремонта что-то накосячили, не знаю. Вот, просто такой как бы слух ходил. А по поводу, ты говорила, что-то кто-то замерз? Да, писали у кого-то, что было холодно, то есть одну лично знаю девушку, соседка моя, но у них было холодно, это потом выяснилась причина, под ними квартира была без ремонта, и там люди начинали ремонт, не стали его делать дальше, и перекрыли отопление, и людям там что-то не доходило, и у них в общем прям это, они мерзли. И потом, когда уже управляющая компания связалась с этими собственниками, обязала их приехать, в итоге включили, все у них нормально стало, тепло. Аня, вот давай рассказывай, что вообще здесь есть? Выходим, внутри двора, детские площадки, огромное количество. Здесь вообще в целом-то людей с детьми пола? Да, сейчас уже вот спустя год, после того, как в первую очередь сдалась, уже прям стало сильно больше людей с детьми. Раньше была пустота, мы выходили с ребенком, гуляли по пустым дворам, вот сейчас людей стало больше. Все в основном приходят на вот эту центральную площадку, тут и спортивная опять же, и вот там для детей полазить. На момент съемки, конец апреля, на улице порядка 22 градусов, тепло, зелень, наконец-то пришла весна. Концепция жилого комплекса, вот этого микрорайончика, жизнь в лесу, загородная жизнь на природе, нахрен не нужна вам коммерция здесь, лучше мы отдадим ее под вас, у вас будут квартирки с открытыми террасами, что тоже неплохо. Но при этом, ребята, куда не приедешь, в любой жилой комплекс современный, на первых этажах вот начинаются эти пивнушки разливные, магазины алкогольные, сетевые и прочее, салон красоты, парикмахерская и так далее. Наступает пятница, хочется отдохнуть, ну кто-то выходит шашлычку пожарить, пивка посидеть попить. Вот как у вас с этим дела? Пятница, ну неужели прям все такие у вас здесь культурные и правильные, что не встретить никого там, дядьку в конце рабочей недели с пивом идет, что, допустим, люди захотели шашлык там, ну к примеру, пожарить. Весна как-никак, это распространенное явление. Куда идут, как отдыхают, расскажи, пожалуйста. Да, у нас здесь на речке, вот за территорией, есть беседки в аренду. Ну и так просто вообще лес, и очень многие ходят туда, просто идут с мангалами, там жарят шашлыки, вот отдыхают, веселятся, идут обратно. Конечно, разово бывает, у нас было один раз, что на террасе какой-то, что-то кто-то отмечал то ли новоселье, то ли что, скинули фотку в общий чат, типа, вау, как у нас тут весело. Фотку с мангалом на террасе. Там, естественно, в чате сразу, ну, были разные мнения, потому что, ну, как бы, это не им безопасно, мангалы вообще нельзя. Здесь, по-моему, только электрогриль разрешен. Понятно, соседи разные, то есть каких-то там, конечно, совсем маргинальных личностей нет, но все любят отдыхать, бывает, как-нибудь пятница или суббота, кто-то там друзей позвал, караоке, еще что-то, то есть если прямо это напрягает, и можешь вызвать охрану, они придут, и все закончится. Возможность запарковать свой велосипед. Она сломана. Либо коляску на время привязать, если переживаете, но она уже сломана. Ну вот, что скажешь по этому поводу. Все шикарно, а уже что-то вырвано. Кто вырвал? У нас тут был инцидент 1 января. Какие-то личности, я не помню, так выяснили, что вроде это были гости кого-то из жильцов. Просто кто-то скидывает в чат дома фотку, лежат два тела на первом этаже. Просто вот они там какой-то люк погнули, и вот это вот, по-моему, тоже они выдрали. Что-то вот, ну, короче, тут какой-то разнос устроили, их охрана пришла, это выкинуло. Все, мы разобрались, вот. Люки нам исправили. Вот это, кстати, почему-то до сих пор никто ничего не сделал, но я не писала по этому поводу. Короче, говорят, вот в жилых комплексах люди немного иные, но тем не менее друзья заезжают. Ну, конечно, разные там бывают. Тех самых домов, где жил он раньше. Ёлочки сажают. Вы-то не рассматривали вариант на первом этаже? Нет. Почему? Ну, потому что, как сказать, это и не участок полноценный, как за городом, там, на даче, и на тебя все ходит, смотрит. Да, да, да. И самое главное, это деньги на обустройство этого. То есть, это все равно, там, даже крышу сделать простенькую, там, пол сделать, все это, это тоже вылетает в копеечку. Ну, и в тот же момент, когда мы выходим, уже дальше идем, то есть, такое, знаешь, складывается действительно впечатление, как будто мы с тобой не в жилом комплексе, или даже как-то жилой микрорайончик, если можно так назвать, хотя, наверное, вряд ли, потому что инфраструктура у вас здесь как бы за пределами. Как будто мы приехали куда-то в пансионат на лечение, знаешь, полечить нервы, успокоиться, выйти просто, походить вдали от суеты. А вот сейчас мы подводим промежуточные итоги, а дальше спросим, чем ребята занимаются, где они работают. Ваше мнение по итогам напишите в комментариях. Ну, вот смотрите, что у нас получается? Жители жилого комплекса всем довольны, потому что им построили ровно то, что обещали изначально, а им по факту ничего лишнего не обещали. Ну, повторюсь, дома сданы даже раньше срока, пожалуйста. Это шестиэтажки, шикарно, меньше народа, больше кислорода. Никакие трубы не рвутся, потому что как раз все эти пластиковые трубы, мы в одном из роликов делали на это акцент. Они европейские, хорошего качества, но они не рассчитаны на дома, там 20-30 этажей. Там, когда их поставят, включают давление такое, что они аж буквами «С» все гнутся, а здесь, ну, пожалуйста, никого ни разу не затопило. Как вам? Школу, или что там, детский сад или школу, им обещают в самом конце, сразу сказали, сразу сказали, мы не знаем, то ли частное будет, то ли муниципальное, там уж видно будет. Коммерции не будет, соответственно, все те, кто пришли, они знали, на что идут. Что скажете? Более того, скажу, что Анна рассказала, что озеленение у них продолжается, их мнение спрашивают, говорят, какие цветы вам посадить, какое озеленение дополнительно сделать. И говорят, жильцы высказываются, им дальше делают. Казалось бы, не обещай ты ничего грандиозного. Сделай ровно вот тот минимум, который ты реально можешь сделать. И жильцы вот все респектуют. Параллельно с этим я вам вывожу отзывы случайных людей в интернете. То есть я пишу ЖК, такое-то отзывы, вот что пишут. Можете почитать сами и сделать для себя выводы. Но я вас в любом случае прошу написать комментарий, мне интересно, что вы сами по этому поводу скажете. А теперь давайте пообщаемся с Аней на предмет того, чем занимаются, чем зарабатывают. Хочу шутить. Было бы прикольно, когда бы я ей задал вопрос, Ань, а ты где работаешь? Ну я вот работаю здесь, в офисе продаж, заместитель и руководитель по продажам. И основная моя задача, это продавать квартиры в этом ЖК. Но это, конечно же, шутка. Как на рекламу тратить меньше, а при этом зарабатывать больше? Узнай эффективность каждого потраченного рубля на рекламу. Это поможет тебе грамотно управлять бюджетом, отключать рекламу, которая не приносит обращений, и перераспределять бюджет на более дешевые и эффективные источники привлечения клиентов. И все это позволит получать больше заявок по меньшей стоимости, а значит, зарабатывать больше. Узнать всю информацию о воронке продаж и стоимости ее в едином окне, вам поможет платформа по аналитике Comagic. Очень много крутых фишек. Так, например, вы получите полную аналитику от рекламы до продажи. Comagic свяжет все обращения с источниками и соберет статистику, какой рекламный канал привлекает трафик и клиентов, а какой сливает ваш бюджет. И оценка предоставляется точная, вплоть до конкретного объявления ключевого слова. Также вы получите данные о сессии. Платформа запишет телефонный звонок, отследит действия посетителя на сайте. И это далеко не все фишки. Поэтому переходите по ссылочке в описании, оставляйте заявку, получайте подробную консультацию, а также первый месяц максимального бесплатного функционала. Попробуйте и ощутите все возможности платформы Comagic. Пользуйтесь на здоровье. Аня, вот давай сейчас поговорим о следующем. Я уверен, и тебе об этом сказал сразу, что люди, когда будут просматривать сюжет, услышат фразу, что на первый взнос помогли родители, вы с Москвы с мужем родились в семье москвичей, сами москвичи. Ну все, жизнь удалась, родились, как говорится, у Христа за пазухой. Вот расскажи, сколько тебе лет, сколько мужу лет и чем вы занимаетесь? Вообще, где ты работаешь, где он работает? Да, мне 26 лет, сейчас будет 27 летом, мужу 29 летом 30 будет. Мы, во-первых, мы оба работаем, я с 10 класса, муж работает с 14 лет, он там его папа брал на какие-то стройки, в общем, он с 14 лет тоже сам там себе что-то зарабатывал. Такого, чтобы мы сидели у родителей на шее, ну, по сути, никогда не было. То есть, да, нам на какие-то вот крупные вещи, да, нам помогли, слава богу, родители. То есть, ну, тут уже тоже у всех разные жизненные ситуации, как бы, ну, не будем же мы отказываться, правильно? Вот, мы стараемся как-то сами крутиться. Муж у меня работает на себя, у них с отцом, они вместе занимаются деревом. Производство у нас в Зеленограде находится, делаем вот для дома рейки, перегородки, как у нас дома. Делаем для загородных участков грядки, клумбы и так далее. Придумываем там что-то новенькое, хотим на всякие маркетплейсы это запускать и так далее. Я работаю, я начала только в декрете думать, чего я действительно хочу. И вот два года назад я немного обучилась, потом сама доучилась, потому что обучение было так себе. И начала заниматься СММ, то есть, я веду странички в социальных сетях, развиваю их, делаю сайты. В общем, все, что связано с социальными сетями. Слушай, ну ты тут вообще СММ, это на самом деле такая вещь популярная сейчас, это вообще дело-то прибыльное? Ну да, то есть, это просто зависит на самом деле от количества клиентов. И нужно понимать всегда, что это нестабильная работа. То есть, у тебя один месяц все круто, там есть клиенты, а другой месяц что-то произошло, там они решили взять паузу, передумали, денег нет, допустим. Изначально, когда я начинала, я зарабатывала 10-20 тысяч на этом, сейчас я зарабатываю 75 в месяц. И при этом я вот из-за того, что ребенок у меня уже взрослый, у меня появилось время, я начала ездить уже по выездам, то есть, я беру больше денег за счет того, что я теперь еще и снимаю материал сама. Раньше мне просто присылали, ну и плюс больше клиентов беру. А муж, получается, я правильно понимаю, что организация для работы, это условно семейный бизнес? То есть, от отца или как? Это не совсем, как сказать, организация. То есть, у отца раньше, когда-то было свое производство, вообще не в Москве, потом он это все делал, папа уже у него на пенсии, вот, ему просто вот интересно как бы этим заниматься. А мы с мужем вот загорелись этой идеей и начали вот это все развивать. Я также веду наши соцсети, наш сайт полностью я сама делала. Вот, и мы уже занимаемся вот продажами, раскруткой. И, ну, просто они с отцом вместе на этом производстве, они сами это все вручную делают. Иногда там нанимают кого-то в помощь, чтобы справиться там с количеством заказов, допустим, вот. Но это опять же не так, как многие могут подумать, что опять там папа дал тебе еще готовый бизнес. Такого не было. Это все вот начиналось с нуля. У нас все продажи вообще, все вот эти заработки с этого начались с того, что я завела нам страничку лет 8 назад. И начала постепенно ее развивать. Все заказы у нас пошли оттуда. Вот от этого бизнеса это не будет ваша коммерческая, Таня, сказать, примерно? Просто сколько плюс-минус можно в месяц зарабатывать? У нас скорее обычно по годовому считается. То есть, допустим, не знаю, там 800 в год, допустим, было за прошлый, да. А сейчас только за начало сезона уже там свыше 500. То есть там абсолютно разное. По-разному люди заказывают. У нас просто больше сезонный бизнес, потому что вот эти рейки-перегородки мы начали только в этом году запустили. А раньше мы делали только грядки, только все вот для участков. И то есть это больше было актуально вот к дачному сезону ближе. Абсолютно каждому герою выпуска всегда находятся комментаторы, которые какие-то претензии предъявляют. Тут наврали, а это неправда, а это нечестно и так далее. Вот мне даже интересно почитать, что вы напишите. Хотя Аня в открытую все показывает. Ну вот, современные реалии. Люди зарабатывают через интернет, оказывают услуги поведению различных страниц, сайтов и так далее. Муж, ну подумайте, уверен. Тут скажут, да кому они нужны, эти грядки, да их можно же самому сделать. Можно, можно сделать самому, можно купить, и те приедут, соберут, поставят. И некоторые выбирают вариант номер два. А когда, например, становится тепло, допустим, ты в прошлом году уже здесь жила, летом не хватает ли солнца? То есть, знаешь, получается, как вообще постоянно в тени находишься. Нет такого? Нет, а тут не везде тень. Там есть, ну, места разные, как бы можно там зайти за другой, там будет прям пекло. Где-то там тенек наоборот. Подруга пришла, смотрите, попала в прямой эфир. Не знаю твое мнение про ЖК. Не хочешь? Ну давайте прям по-живому, смотрите. Скажите, пожалуйста, вы здесь тоже давно живете? Да. Сейчас, стой. У нас здесь все по-взрослому. Ваше мнение вообще, как по поводу этого жилого комплекса? Мне нравится тут, классно. Можете просто так держать его перед собой. Да, всем. Вы живете здесь с кем? Мы живем муж, ребенок. Ребенок сколько лет? Три года будет сейчас. Вот то, что не хватает и вообще здесь нету на первых этажах коммерческих помещений, это плюс или минус? Мне кажется, плюс. Меньше будет людей ходить посторонних. Нам рассказывают, что застройщик построил вам все то, что обещал изначально на проекте. Да. В целом, да. Вот вы можете вообще на что-то, пожалуйста, сказать? Что плохо? Чем вы здесь недовольны? Недовольны? Нет, мне все нравится здесь. Ну, как бы нет такого, чтобы вот прям вот то, что я лично ожидала, все так и получилось. Главное, что вот сосны, лес рядом, речка, тихо, спокойно. Ну, вот ключевое, ради чего вы выбрали этого застройщика и пошли покупать здесь квартиру, что это было? Из-за того, чтобы дальше от, так сказать, дальше от дороги, чтобы ближе к лесу, природа, к речке. Ну, вот у вас поблизости здесь никаких очистных сооружений, никаких заводов нету, чтобы вы, например, выходите, а в какой-то день в ванище стоит? Ну, было пару моментов, но я думаю, это сейчас будет все решаемо, если настолько прям вот. В общем, сейчас все решаем. То есть, короче, в целом вам все? В целом все, да. Как бы ставлю пятерку. А когда квартиру получили и начали ремонт делать? Там все четко. То есть муж не говорил то, что ой, как у нас плохо, окна стоят или еще что-то? Зимой холодно было? Не было. От окон дует? От окон чуть-чуть дует, но это, скорее всего, вопрос к работникам, которые у нас там были. Короче, вам тоже прям пожаловаться не на что? Мне нет. Как показывает практика, пообщаться с жителями удается только вот в таком же формате. Мимо проходили, спросили. Аня, естественно, по моей просьбе делала публикацию в общий чат, мол, кто хочет прийти, высказаться. Может быть, кто-то недоволен, хочет пожаловаться на камеру, обратить внимание управляющей компании застройщика. Ноль. Ноль человек, кто откликнулись. Поэтому, ребята, тут уже пишите ваше мнение, как вам сюжет. В принципе, все показал, как говорится, не добавить, не убавить, дальше высасывать из пальца смысла никакого нету. Приглашаю лишь вас в комментарии. Также напоминаю, что в описании вас ждет ссылочка на телеграм-канала, где много различных публикаций интересных. Подписывайтесь, ведь отписаться вы всегда успеете. Ну, а я продолжаю готовить новые интересные воскресные выпуски. Поэтому подпишитесь на канал, если вы этого вдруг еще не сделали. Как минимум, поставьте лайк этому видеоролику. До новых встреч. Всем пока. Пока-пока.